Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, что помогает нам быть продуктивным, потому что советы советами, но есть определенные навыки, которые должен выработать, ну не то, что каждый человек, но тот человек, который хочет, чтобы каждый его день был продуктивным. То есть это те вещи, которые вы должны делать из раза в раз и научиться это как бы делать, повторять это много раз, для того, чтобы это стало вашим конкретным навыком, который вы выполняли вообще без какого-либо напоминания себе автоматически. И это бы складывало весь ваш день достаточно хорошо. То есть это то, что помогает вам без какого-либо напряжения, без какого-либо напоминания делать каждый ваш день продуктивным. И первый навык, о котором я хочу поговорить, это определение конечной цели и определение следующего конкретного шага. Потому что очень многие люди пишут себе огромные списки, но все их дела не имеют какой-то конечной точки. Когда вы не имеете конкретной цели и представления о том, что должно быть в конце, то вы придете явно не туда. То есть как можно идти без карты, без понимания того, что вам нужно делать, какие определенные действия, еще что-то, чтобы получить конкретный результат. Да, возможно, он будет немножко отличаться, но все-таки вам в каждом деле нужно иметь конечную цель. И это именно навык определения, потому что это должно быть привычным для вас действием, вам нужно научиться это делать, вам нужно сначала себя заставлять, а потом уже это войдет как бы в привычку, войдет в ваш привычный обиход, и вы сможете достаточно легко определять для каждого вашего тела конечную цель. И по поводу следующего шага, это тоже должно быть идти, ну как бы идти в комплекте, потому что цели мы так или иначе все-таки можем себе ставить, все прекрасно, замечательно, но когда все доходит до реализации, то вот здесь начинаются заминки, потому что цели целями, но конкретный физический шаг должен быть определен для каждой вашей цели, для того, чтобы вы открыли свой ежедневник и уже могли конкретные действия сделать. Еще одним очень полезным навыком является создание заметок, то есть когда вы работаете над чем-то одним, вы все равно периодически думаете о чем-то другом, о каких-то других своих задачах, и нам регулярно приходят какие-то очень хорошие мысли. Если вы их не записываете, они куда-то улетают. Сколько уже всяких идей, всяких задумок улетело в трубу, потому что вы просто о них забывали, так как вы, скорее всего, погружены в какой-то другой процесс, а тут еще эта мысль, она мешает, как-то пытаетесь ее упаковать, не забыть и так далее. В итоге это мешает основному процессу, и вы, скорее всего, теряете эту мысль или идею, которую вы придумали. В общем, выписывать все вот эти вещи, идеи, задачи, которые вы там себе придумали, какие-то там шаги, еще что-то, это очень полезный навык, который вы, ну, хорошо было бы, чтобы вы это приобрели, потому что потом вы можете обработать эти записи, и часть из них, конечно же, ну, это будет, скорее всего, каким-нибудь бредом, который вы отбросите, но свои жемчужины там найдутся, и это, я думаю, что хорошо будет продвигать ваши дела, и плюс ваши гениальные идеи никуда не денутся, и, скорее всего, реализуются, если вы будете ставить цели и определять следующие шаги. Следующий именно навык – это отделять срочное от важного, потому что каждый из нас, начиная день, всегда кидается в срочное, особенно если ему кто-то что-то сказал, написал, позвонил, что вот срочно нужно что-то сделать. И очень важно в этот момент трезво смотреть на ситуацию, то есть не нырять туда с головой, потому что это может затянуться на весь день, а у вас же вроде как уже есть свои дела, и это ломает весь ваш график, в общем, ни к чему хорошему это не приводит. То есть нужно выработать навык всегда оценивать ситуацию, то есть действительно ли это срочно, а действительно ли это важно, и вы ли это вообще должны делать, или вы можете делегировать, или вы можете отложить, вы можете как-то вклинить свой график и так далее, что-то заменить, то есть проанализировать действительно ситуацию и понять, это действительно срочно и важно, или это срочно и неважно, и можно что-то с этим сделать, чтобы вообще избавиться от этого дела и так далее. Это для того, чтобы ваши важные дела никак не страдали. Но это действительно навык, который нужно вырабатывать, потому что мы все по инерции бросаемся в этот омут срочности, вообще не задумываясь. Очень часто, кстати, в этот момент совершаем очень много телодвижений, которые вообще бессмысленны, либо вообще они нам вредят, и в долгосрочной перспективе они практически бессмысленны. Поэтому включение сознания и анализы ситуации – это очень важный и полезный навык, который, я думаю, сохранит вам очень много сил, времени и нервов. Еще один навык, которому я вам очень сильно советую научиться, и это именно навык – это отказ от перфекционизма. Потому что каждый из нас в душе так или иначе перфекционист. Потому что даже если нам кажется, что мы все забиваем, у нас все прекрасно, скорее всего, есть дела, которые вы хотите довести до совершенства. Либо вы не начинаете вообще это делать, потому что вы не сможете сделать так идеально, как вам кажется, и поэтому вы вообще от этого всего отказываетесь. То есть, в принципе, внутренний перфекционист сидит в каждом из нас и очень сильно мешает делать наши дела. Поэтому выработка навыка его заглушать внутреннего перфекциониста и все-таки делать свои дела, потому что сделанное лучше не сделанного, и сделанное хоть как-нибудь всегда лучше вообще чего-то не сделанного. Поэтому, скорее всего, так или иначе вы сделаете достаточно хорошо. Если вы там не под самый дедлайн это делаете, то у вас есть время переделать, доделать и так далее. В общем, перфекционизм это зло, которое очень сильно вредит и внутренним нашим процессам, потому что это стресс, который сжирает нас, который мешает нам жить. Плюс ваши дела либо вообще не делаются, либо вы долбите одно дело и делаете, делаете, делаете его, потому что оно должно быть идеально. Опять-таки, ничего хорошего от этого не происходит, потому что другие дела ваши страдают. Так что, учимся, не слушать внутреннего перфекциониста и делать что-то хорошо, достаточно хорошо, чтобы это уже было нормально для вас. И идти дальше. Следующий навык тоже относится к анализу, как и отделение срочного и важного. Это анализ ваших усилий и результатов. То есть, когда вы идете по своему обычному графику, вы что-то делаете, какие-то задачи выполняете, вам нужно выработать навык, чтобы вы каждый раз анализировали. А то количество усилий, которые я вложил и получил результат, они вообще равны? Либо я приложил слишком много усилий и получил слишком маленький результат? И почему это произошло? Что к этому привело? Как это сложилась ситуация? Как это можно исправить и так далее? Потому что мы очень много действий делаем по инерции, по привычке. Мы их всегда так делали. Почему мы должны менять? Вот оно все идет по накатанной, но по факту очень часто мы прикладываем слишком много усилий, слишком много телодвижений, денег и так далее. А если остановиться, подумать, проанализировать, можно все сократить и получить либо такой же результат, либо даже лучше. Поэтому вот этот навык остановиться, проанализировать ситуацию и взвесить усилия и результат полученный, это очень хорошая, полезная вещь, которая, скорее всего, на новый уровень вообще выведет вашу продуктивность, потому что от многих вещей вы, скорее всего, вообще откажетесь. И последнее, о чем я хочу поговорить, это очень важный, нужный навык, особенно человеку, который стремится к высокой продуктивности, эффективности каждый день. Это навык правильного отдыха. Когда вы правильно отдыхаете, когда вы отключаетесь от работы, когда вы переключаете свой мозг, когда вы даете отдохнуть не только своему телу, но и своему мозгу, когда вы отключаетесь, переключаетесь, когда вы меняете обстановку, когда вы максимально убираете все раздражители, вы убираете телефоны, компьютеры и так далее. То есть вам нужно научиться правильно отключаться от вашей работы, переключаться на отдых, полноценный отдых, потому что нашему мозгу нужен хороший отдых, отдых для того, чтобы переключиться, чтобы отключиться от информационной сетки, от информационного потока, который мы постоянно в него пихаем, для того, чтобы переработать информацию, которую вы уже загрузили, и вы там ее подкапливали, подкапливали. Для этого нужен неосознанный такой режим. Чтобы вы все-таки отдохнули, перезагрузились, и тогда пошли работать. Потому что эффективность очень интенсивной работы после какого-то момента, часто говорят после 40 часов, она снижается. То есть чем дольше вы сидите за работой, тем хуже вы, по сути, работаете, мучаетесь и так далее. То есть переработки вообще никому не идут в пользу, потому что вы сидите дольше, но вы делаете все хуже, медленнее, а вы потом все это переделываете, потому что, скорее всего, результат вас не удовлетворяет. Поэтому для того, чтобы хорошо работать, учиться продуктивно делать свои задачи, нужно и хорошо отдыхать. И нужно уметь это делать, нужно знать, как вам хорошо переключиться, как вам отключиться от этого всего процесса. Это нужно продумать заранее и периодически устраивать себе такие информационные детоксы, отдыхи для того, чтобы, повторюсь, хорошо, продуктивно учиться. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам это поможет. Эти навыки, в принципе, складываются в очень такую хорошую, продуктивную штуку, которая помогает вам изо дня в день, не напрягая, в принципе, вас. То есть вам не нужно обрететь эти навыки, вам не нужно будет сознательно как-то себя подламывать, подстраивать и так далее. Вы будете это все делать очень легко, просто, но ваша продуктивность будет на высоком уровне. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк на следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok